Послание Отца Абсолюта от 2 июня 2024 года Размежевание душ Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! В продолжении моего предыдущего послания сегодня я хочу поговорить с вами еще об одной особенности последних 12 лет и состоит она в том, что именно в этот период наряду с пробуждением большого количества чистых человеческих душ ставших на путь духовного развития появилось огромное количество тех, кто наоборот стал утрачивать человеческий облик и погряз во лжи, коррупции и разврате Эти два процесса шли параллельно причем люди, принадлежащие к этим группам, прогрессировали достаточно быстро но каждый в своем направлении И объясняется это тем, что идущие на Землю высоковибрационные энергии высвечивают все, что до поры было скрыто срывая со всех маски и обнажая все свойственные людям качества как добродетели, так и пороки Так чистые души, получая облучение божественными энергиями расцветают еще больше их лучшие природные качества проявляются ярче, чем это было раньше А те души, в которых крылось червоточина, под воздействием этих энергий наоборот начинают проявлять свои негативные качества уже открыто И связано это с тем, что будучи неспособными воспринимать энергии столь высоких вибраций, они еще больше погружаются в трехмерный мир Эти энергии проходят сквозь них, никак на них не влияя в силу слишком большого разрыва в вибрациях И эти люди невольно остаются в трехмерном мире который уже агонизирует, поскольку не соответствует вибрациям обновленной Земли Таким образом, светлые души постепенно поднимаются над миром третьего измерения своим сознанием и своим физическими телами А низковибрационные души все больше в него погружаются Именно так происходит отстыковка новой Земли от старой на уровне размежевания энергетического пространства высоких и низких вибраций Соответственно, каждый из этих пространств, как магнита притягивает к себе обитателей Земли, схожих с ними вибраций Поэтому чистые светлые души с каждым днем все больше преображаются А темная душа все больше погружается в мир низких вибраций со всеми его пороками На этом мы остановимся сегодня Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами Послание приняла и начитала Марта Сайт Возрождения